Теперь, когда мы разобрались с надежным шагом, записать алгоритм — это уже дело техники. Итак, давайте опять сложим все наши n-отрезков в множество и будем выбирать оттуда отрезок с минимальным правым концом до тех пор, пока множество не пусто. Вот мы положили все в множество s, все n-отрезков. Дальше запустили цикл, пока s не пусто. Мы пробегаем по множеству s и находим отрезок с минимальным правым концом, обозначаем его через LMRM, добавляем его к решению. И потом еще раз одним проходом по множеству s выкидываем оттуда все отрезки, которые пересекаются с нашим текущим отрезком. После этого возвращаем построенное решение. Время работы, как и в прошлой задаче, будет квадратичным под тем же самым причином. У нас здесь происходит не более чем n-отраций, поскольку изначально в множестве s ровно n-отрезков, и на каждой итерации хотя бы один отрезок из множества s пропадает. И на каждой итерации мы делаем работу вот n, поскольку нам надо пройтись по множеству s два раза. Один раз, чтобы найти минимум, а потом, чтобы выкинуть все отрезки, которые пересекаются с текущим. Так получили простой квадратичный алгоритм. Ну и так же, как и в предыдущей задаче, его можно улучшить, заметив, что нам достаточно одного прохода по всем отрезкам. То есть в прошлый раз, когда мы покрывали точки отрезками, мы заметили, что удобно точки отсортировать и тогда обрабатывать их слева направо. С отрезками дело чуть-чуть посложнее, потому что не так понятно, как отрезки сортировать. Отрезок это все-таки не одна точка, а пара точек. И что значит упорядочить отрезки, не так ясно. Но мы уже с вами рассмотрели надежный шаг. Некоторая интуиция у нас есть. Мы там поняли, что нам важен правый конец отрезка. Вот по правым-то концам отрезков предлагается и отсортировать их все, чтобы получить более быстрый алгоритм. Так давайте отсортируем отрезки по правым концам. А дальше будем их перебирать слева направо в полученном порядке и делать следующее. Если наш текущий отрезок не пересекает последний добавленный отрезок, тогда мы его возьмем. Если нет, то пропустим. После чего просто вернем построенное решение. Давайте сначала разберемся со временем работы этого алгоритма, а потом чуть подробнее разберемся с тем, как этот алгоритм работает на примере. Тогда станет совсем понятно. Значит, первая строчка здесь сортирует все отрезки. И работает она за время nlogan, как мы уже с вами знаем. То есть сортировку можно реализовать так, чтобы она работала за nlogan. После этого мы просто перебираем все отрезки в полученном порядке и делаем какие-то константные действия. То есть второй цикл занимает линейное время. Итого, как и в прошлой задаче, время работы получается таким. Это время работы на сортировку плюс линейное время. Время работы на сортировку доминирует. Итого алгоритм у нас получился со временем работы nlogan. Это гораздо быстрее, чем квадратичный алгоритм. Теперь пример того, как этот алгоритм работает на нашем... Вот на нашем исходном множестве есть примерно 10 отрезков. Первое, что мы сделаем, это отсортируем все отрезки по правым концам. Получится вот такая картина. После этого мы знаем, что теперь у нас есть надежный шаг. Мы можем взять самый первый отрезок. Давайте его в решение и возьмем. Вот он красным подсветился. Дальше идем, перебираем отрезки. Вот так вот сверху вниз здесь получается. Следующий отрезок. Второй нам брать нельзя, потому что он первый пересекает. Третий брать нельзя и четвертый брать нельзя, который пересекает. Итого, пятый отрезок. Это следующий отрезок, который вообще можно взять с минимальным правым концом. Его-то мы и возьмем. Ну и дальше продолжаем в таком же темпе перебирать отрезок. Следующий опять нельзя взять, но зато можно через один от него. Это отрезок с минимальным правым концом, который не пересекает самый последний взятый отрезок. А значит, он и не пересекает все предыдущие отрезки, поскольку отрезки у нас отсортированы по правым концам. То есть еще раз, в этот момент важно вот что. Раз вот этот вот отрезок не пересекает вот этот последний взятый отрезок, тогда он не пересекает и все предыдущие отрезки, поскольку все они кончаются еще левее, чем вот этот вот последний отрезок. В этот момент мы как раз таки и пользуемся отсортированностью наших отрезков. Ну, продолжая в том же духе, мы построим вот такое вот решение, состоящее из пяти отрезков, которое заодно нас убеждает, что для нашего примера действительно 5 это оптимальный ответ. Продолжение следует...